часть 2 маркетинг и так на самом деле любая реклама и контент это про то как доносить смысла для людей то есть почему этот урок стоит вторым потому что маркетинг в целом мы говорим здесь про маркетинг это взаимоотношение с вашим клиентом я всегда вот всегда прошу людей вначале заполнить бриф то есть когда мы начинаем работать с каким-то клиентом вы должны максимально точно проанализировать вашу аудиторию вы должны максимально проанализировать ваш продукт понять нужен ли этот продукт людям и понять вообще чем вы лучше своих конкурентов кто ваша конкурента кто ваша аудитория то есть ваше задание понять что нужно для того чтобы люди сделали покупку именно у вас у меня есть специальная таблица вот по которой мы с вами сейчас пойдем и после этого поговорим еще про козда я расскажу что такое козда и мы все это с вами в этом уроке сделаем еще раз это максимально важный урок я прекрасно понимаю что многие из вас хотят сейчас взять пропустить этот урок пойти дальше настраивать рекламу ребята реклама это просто способ показа вот этих рекламных посылов вашей аудитории если сам посыл он не работает он никому не нужен и никому не интересен ваша реклама не будет работать сколько бы вы туда не вложили реклама будет работать только тогда когда вы будете продавать то что надо людям вы будете показывать рекламу тем людям которым нужен ваш товар и когда вы правильно будете это описывать именно для этого этот урок вы должны сделать максимально плотно максимально точно если вы пропустите это дело все мимо ушей это будет прямо скажем большая и большая при большая проблема давайте переносимся теперь к таблице ссылочки на таблицу вас также будут в уроке и так в целом вот этот файл он называется бриф что такое бриф обычно если я работаю с каким-то клиентом то мы высылаем вот этот файл вы можете его прямо к себе скопировать просто нажмете файл да и вот здесь создать копию тогда вы сможете его править сейчас у вас естественно доступ к правкам закрыт то есть вызов отправляете его клиенту и клиент его заполняет потому что если клиент не может вам ответить на эти вопросы вы не сможете продавать давайте просто пройдемся по вопросам и так как называется ваша компания я думаю здесь все понятно чем она занимается я думаю тоже понятно хотя тоже бывают проблемы какой товар услугу вы продаете ясно какой товар самый популярный если мы будем говорить про маркетинг есть такое понятие как abc x y z анализ то есть эта история про то что мы вначале должны продавать самые горячие товары они такие как товары а x они называются вот здесь лучше всего чтобы клиент дал четкую статистику а что покупают действительно больше всего здесь если клиент говорит у нас покупают больше всего кимоно то опять же у вас в голове должно сесть на подкорку ага значит первую очередь мы будем продавать кимоно но если эта статистика она не статистика это просто его предположение то это может сыграть плохую шутку над вами я вам приведу простой пример вот я сказал про кимоно потому что я всегда считал что у меня самый продаваемый товар в интернет магазине там кукшин шоп это кимоно это не кимоно статистика моего склада говорит о том что это вовсе не кимоно а это защита на ноги понимаете да соответственно ее покупают чаще соответственно это товар из категории а кимоно тоже входит в целом в категорию а но просто понимание того что я думаю что кимоно больше но нет получается на защите мы делаем больше всего денег следующий очень важный вопрос почему должны купить у вас опять же если вы собираетесь работать таргетологом вы сами для себя должны тоже заполнить этот бриф да то есть у вас есть два варианта первый вариант вы делаете это сейчас для своего бизнеса второй вариант если вы собираетесь работать таргетологом вы делаете это для своего бизнеса как таргетолога если вы берете кого-то на работу да то есть вы берете проект какой-то в работу то заполняете этот бриф согласно вашего заказчика еще раз три варианта у вас какой-то бизнес допустим у вас магазин заполняйте по своему магазину вы таргетолог заполняете про себя и вот и вот это очень важно почему люди должны купить у вас вот это должно быть именно измеримая штука какая-то почему должны купить меня я профессионал в таргете все профессионалы в таргете я прошел курс все прошли курса то есть вот здесь вы должны понять а почему люди будут покупать очень часто когда люди такие ну что-то написали так вот от балды я говорю ребят но у вас никто не будет покупать если вы сами не знаете почему надо купить именно у вас то никто это у вас не будет покупать понимаете да идем дальше это вот как раз про маркетинг понимаете то есть мы не лезем пока в рекламные кабинеты не лезем создавать креативы это все не то пока наша задача понять вообще что мы будем рекламировать дальше назовите пять своих конкурентов естественно это должны быть ссылки во вконтакте почему ну потому что это опять же основа к таргету дальше вы об этом узнаете чем вы лучше своих конкурентов понимаете да вот чем вы можете выделиться то есть ваши сильные стороны чем они лучше понятно то есть это то во первых что вы можете грубо говоря у себя подтянуть и опять же в рекламе использовать не использовать их если вы говорите у нас там самый большой склад но у вас он не самый большой потому что вы четко знаете что у конкурентов большой понимаете да но самый большой опять же нельзя дальше мы идем сегментацию по клиентам то есть мы говорим а кто же ваши клиенты выделяем сегмент аудитории вот здесь у меня указан пример по квартирам давайте разберем откуда вообще это взялось ко мне пришел мой друг который работает риэлтором я говорю кто твои клиенты и вот очень часто вот сами тоже начинаете задумываться а кто ваши клиенты лучше всего выделить их сегментами то есть кто может быть клиентом говорит но но это женщины 35 плюс я говорю точно он говорит да нет вообще нет то есть поймите что если вы говорите кто клиента таргетолога но те кому нужен таргет ну привет нет ребята мы должны разделить по сегментам вот давайте по квартирам просто что мы разложили молодожены да то есть мы поженились с женой мы хотим делать внуков нам нужна отдельная квартира понимаете это часть людей которые покупают квартиры мы будем отдельный давать на них рекламный посыл мы будем отдельные делать рекламное объявление для них дальше дети материнский капитал у нас родился внук наконец-то да допустим и папа перестал высыпаться но у нас есть материнский капитал сейчас же его помза первого дают нам надо не однушку а двушку сегмент сегмент дальше я стал нормально зарабатывать у меня появилось там несколько миллионов свободных которые откладывал откладывал и со всеми там тяжелыми ситуациями не знаю куда их инвестировать до причем я хочу их инвестировать чтобы получать доход это другое дальше у меня есть какие-то деньги допустим миллион рублей я боюсь чтобы эти деньги не сгорели это тоже другой сегмент у меня полно денег я хочу себе пятую грубо говоря квартиру и прям чтобы она была шикарная она будет стоить десятки миллионов рублей в ней должен быть один просто исключительный ремонт она должна быть в центре города и так далее вы понимаете что вот это в принципе могут быть одни и те же люди типа женщина 35 плюс да но если мы будем здесь лакшери продавать однушку за миллион сто на окраине города ну и никто не купит а если мы молодоженам будем продавать квартиру с индивидуальным там отоплением в центре города с консьержем подземной парковкой на три машины они тоже это не купят то есть мы вначале сегментируем аудиторию дальше какой результат хочет получить каждый сегмент и вот здесь мы также разбираем да что они хотят жить отдельно от родителей иметь разные комнаты прибыль ну и так далее так далее для чего нужен результат но это дальше мы еще коснемся к сдэва чтобы делать детей отрываться чтобы высыпаться перед работой чтобы заработать денег дальше мы выбираем те сегменты с которыми мы хотим работать кратко их описываем и переходим к формированию у т.п. вот этот пункт вот просто из опыта прошлого курса сразу хочу сказать большая часть людей пропускает ребята очень очень зря вы сейчас можете его пропустить но если вы пропустили и не сделали записи с вашего видео разговора то к сожалению ваша реклама будет работать плохо она может работать хорошо но поверьте если вы сделаете такие вот обзвоны если вы проведете к сдэвы что такое к сдэв это customer development то есть это исследование вашей аудитории понимаете да то есть что надо сделать ваша задача найти 35 ваших потенциальных клиентов то есть кто это может быть подписчики ваших социальных сетей те люди которые к вам обращались но так и не купили и провести с ними вот такой подробное интервью это вот сюда потом все это дело будете выписывать но для этого для проведения у меня есть специальная mind карта вам потребуется приложение x mind вот такое оно есть как для мака но также есть и для windows вы сможете установить и после этого проводим исходя из вот этой таблички cast dev исследование аудитории как это проводится мы выбираем несколько людей которые потенциально могут купить у вас созваниваемся с ними по зуму по skype причем желательно чтобы это был видео разговору можно им дать какую-нибудь плюшку там скидку бесплатный курс и так далее так далее и проводим с ними вот это интервью то есть еще это называют глубинное интервью мы созваниваемся и начинаем записывать прямо вот здесь смотрите кто имя да там андрей андре пусть будет андре пол возраст до мужчина 35 лет гео там не знаю там кыш ты да дальше . а где находитесь то есть человек покупает любой товар для решения своей конкретной боли для решения своей конкретной проблемы то есть где находимся прямо сейчас вот задумайтесь вы работаете на вот давайте просто поговорим про вас вы работаете на какой-то работе но хотите работать удаленно да то есть . а я работаю инженером и прямо все так выписываем вот как человек говорит самое важное выписывать сразу можно записать видео разговора потом выписывать прямо его словами на что если мы человеку будем продавать именно его словами то конверсия в покупку будет всегда сильно выше есть Eschèl я работаю на работе то вы и в рекламе пишите работаете на работе они так вы сотрудник компании он такой не и не сотрудник компании я работаю на работе Да, то есть вот как человек говорит, в дальнейшем нам это будет очень-очень важно. Он пишет, я работаю на заводе. Допустим, он говорит, зарплата там 40 тысяч рублей, да. И вот мы просто выслушиваем человека. Дальше, а что бы ты хотел, куда бы ты хотел прийти? Я бы хотел работать на берегу Черного моря и зарабатывать от 100 тысяч рублей. Дальше. Какие боли есть сейчас? Чего не хватает? Мне не хватает времени для обучения. Вот, где тебе неудобно? Мне неудобно, потому что жена говорит, что все это ерунда. Что бы ты хотел изменить? Я хочу изменить свою жизнь. То есть вот, к примеру, я сейчас все это сказал. Я, кстати, постараюсь вам приложить видеозапись Каздева. Смотрите, чего не хватает? Мне не хватает времени для обучения. И когда мы это будем понимать и нам несколько человек скажут, что, блин, у нас нет времени для обучения, то в рекламном креативе, в самом рекламном посыле мы можем людям говорить, слушайте, да вам не надо много времени для обучения. Вам на самом деле достаточно всего 5 минут в день для того, чтобы обучаться новой профессии. Мне неудобно говорить, что жена все это ерунда. И мы начинаем говорить, слушай, дружище, ну, жена, конечно, может говорить, но жена же хочет новую шубу. Может, давайте возьмем уже управление на себя, не будем ее слушать. Дальше. Что бы ты хотел получить по итогу? И выслушиваем. Да, что бы я хотел получить по итогу? Там удаленную работу с зарплатой 100 тысяч рублей. Как это можно измерить? Там прибыль 100 тысяч в месяц. Когда? После обучения через 2 месяца. Что сделать, чтобы ты кайфанул от процесса? Я бы хотел, чтобы мои домашки проверяли лично вы. Дальше. Какие гарантии? Если не сработает, вернете деньги. Да? И потом вы, ну, можно опять же предлагать свой какой-то продукт. Был ли какой-то негативный опыт? Возражение. То есть вы рассказываете, вот, смотрите, я сейчас собираюсь продавать черное кимоно. Что можешь сказать? Он говорит, слушай, ну черное такое себе. На нем будет перхоть видна. И так далее, и так далее. Причины недоверия к тематике. То есть если мы говорим про онлайн образование, то есть причины недоверять там именно онлайн образованию. Причины недоверия лично ко мне, как к продавцу. И причины недоверия к себе. Потому что очень часто люди в покупке сомневаются ни во мне, ни в самом продукте, а именно в себе. Типа, блин, ну я не знаю, у меня времени не будет. Я там заброшу это все. И вот вы, когда закроете вот эти все страхи, то все будет нормально. И в конце концов можно на самом деле этим людям даже продать. То есть можно представить им продукт свой, сказать, смотрите, я сейчас записываю такой курс. Смотрите, я сейчас продаю вот такой товар. Смотрите, я стригу. Смотрите, я делаю вот такой маникюр. Скажи, какие есть возражения? Говорю, слушай, ну далеко от дома. Хорошо, а если я тебе плачу такси? Так, хорошо. А какое соотношение цена-ценность? Он говорит, слушай, ну 10. А если он говорит один? Ну такие, ну значит надо что-то менять в продукте. И в дальнейшем мы переносимся опять же в табличку. И все, что мы выписали, проблемы, желания, страхи, боли, мы выписываем сюда. Причем фразами нашего клиента. И после этого мы выделяем желание, закрываем страхи и формируем ценностное предложение. Продаем квартиры для молодых пар, которые хотят съехать от родителей. Хотите жить самостоятельно? Работаем по счетам, там с шумоизоляцией и так далее, и так далее. То есть вот только после проведения вот этого касс-дева, только после заполнения и ответов на все вопросы, переходите дальше. По одной простой причине. Маркетинг это про продукт. То есть если ваш продукт, товар не нужен никому. То есть если вы, я не знаю, очень часто, да, там я делаю какой-то хендмейт. Вы делаете какой-то хендмейт и говорите, его никто не покупает, реклама не работает. Точно ли реклама? Может быть ваш продукт просто никому не нужен. А просите людей, которые скажут, да, классный продукт, хотите купить? Нет, не хочу. Почему? Ну потому что, я не знаю, ну куда его, мне его некуда поставить. Понимаете, да? То есть только после этого мы будем настраивать рекламу. Вот проходите это, а мы едем дальше.